Хе-хе-хе-хе-хе-хе Короче, бонжорно, дорогие телезрители, бонжорно, любители круга путешественников Мы вернулись из экспедиции, из экспедиции на Балиарские острова в Испанию, в Андалузию Чудо, чудо, как, посмотрите, какой я загорелый, какой я загорелый чувак, да? Да, ладно, сейчас, каратенечко, я хотел бы пробежаться по нашей вот этой всей экспедиции, да? И, может быть, рассказать вам о том, что я мог бы вам посоветовать, и о том, от чего мог бы вас предостеречь То есть, в принципе, это мое видео обращено к тем, кто собирается на Балиарские, блять Тем, кто собирается на Балиарские острова В частности, мы были на Майорке Итак, Испания, Майорка, Андалузия Первое, первонаперво Я всегда стараюсь экономить на билетах Сэкономив на билетах, можно потратить где-то больше, где-то там, уже за границей Поэтому, начинайте свое путешествие задолго до поездки Мониторьте SkyScanner, мониторьте уже потом сами авиакомпании То есть, то, что вам выдает SkyScanner, сравнивайте с ценами на самих авиакомпаниях Об этом миллиард уже раз говорилось в инете, на всяких каналах У более уважаемых путешественников, нежели, чем я Но я просто подтверждаю, что это работает Итак, билеты В общем, экономьте на билетах Мне удалось поймать билеты прямые вообще в Барсу Это очень-очень хорошо За 4200 рублей Вот, билет с Питера в Барсу 4200 Потом билетики на Ренейре Ну, с Барса на Майорку Это вообще там 20 минут, 40 минут лету За 12 евро Единственное, произошла затыка с билетами назад Тут было, да, несколько сложно Пришлось брать, опять же, Ренейры в Малагу А с Малаги в Хельсинки Но зато с Малаги в Хельсинки норвежские авиалинии увезли нас за 5200 Вот, в то время как остальные варианты стартовали от 12 и дальше с пересадками А с Хельсинки легко можно на Люкс Экспрессе Такой автобус, как вы знаете, доехать до Питера Причем нам это удалось сделать за 690 рублей сноса Вот, вот такая вот дорога Поэтому призываю вас Думайте, думайте, мониторьте Сравнивайте все цены, не ленитесь И тогда вас ждут сплошные флеш-рояли Теперь, вообще про Майорку Почему я туда поехал? Хрен его знает Хотелось на Тенерифе, но опять же, просто дешневые билеты За 12 евро выбор не стоял Можно было поехать на Тенерифе за 45, за 50 Можно было на Майорку за 12 Конечно, за 12 на Майорку Не суть Майорка Майорка-остров, так же, как и Тенерифе Вы смотрите, может быть, надеюсь, мои отчеты по Тенерифе Мы там гоняли на машине Так вот, на Майорке, по Майорке тоже надо гонять на машине Вы уже, может быть, сэкономили на авиаперелете Поэтому возьмите там машинку Машинку я рекомендую не связываться с какими-то крупными мировыми рендкарами И прямо в аэропорту, там стоять очереди причем А можно взять машинку в каком-нибудь местном арендном агентстве Мы воспользовались OneRally Я начитался просто отзывы в интернете, ссылку оставлю У них нет даже представительства в аэропорту Поэтому как раз-таки у них машинки и дешевле Но их товарищ ждет вас на парковке напротив и отдает вам машинку Они держат свой автомобильный парк на многоэтажной парковке Которая находится напротив аэропорта Ну вот так это устроено, неважно, найти можно Письмо на русском языке мне пришло Где меня ждет, кто меня ждет Написано, причем там была написана такая дичь Что вам нужно подняться на четвертый этаж парковки Который в России является, сука, пятым Но невзирая на это мы нашли Все, вышел дядечка в футболке OneRally Отдал мне ключи от Мерседеса Б-класса с автоматом, дизеля, красавец На котором, собственно говоря, мы все 7 дней там и гоняли Берите автомобиль с полной страховкой Потому что в таком случае у вас не заблокируют деньги на карте Это не надо никаких франшиз вот этой всей каши Тем более объясниться там надо с этим дядечком в аэропорту Поэтому лучше взять полную страховку и все 256 евро на неделю Мерседес Б-класса с дизелем не обошелся Никто ничего не проверял, когда я его вернул назад Махнули рукой, взяли ключи, сказали спасибо А в принципе, это причем нам повезло Этот дядечка пасся там на парковке А так бы можно было просто оставить приоткрытое окошечко Кинуть туда ключик и уйти Все, вот так сдается автомобиль с полной страховкой на Майорке На Тенерифе еще проще Но просто, видимо, на Майорке куча паромов ходит И по большому счету можно попытаться угнать машину на континент В Тенерифе это жопа, это проблема Туда тоже ходят паромы Но я думаю, что на арендной машине вас на паром просто-напросто там не пустят Здесь, видимо, можно просочиться как-то, да Ладно, это тоже мои вымыслы По жилью огромное... вообще Майорка недешевый Недешевый остров, недешевый курорт Как мы знаем, там отдыхает и король Испании Там отдыхают куча различных спортивных и театрально-театральных и кинозвезд Там, короче, пасется куча народа с вот такими карманами бабла Поэтому жилье там, в принципе, не особо дешевое То есть все курорты довольно-таки с курортными ценами Хотя, понятное дело, ищущий да найдет Можно найти какую-нибудь избухи, бару и прочее Там, не знаю, за 100 евро на всех И нормально провести там время Вот Остров небольшой, но вот тут немножечко сделаю свою поправку Даже недели... в чем была моя ошибка? Я взял... разбил лагерь на этом острове в одной конкретной точке на востоке В порта Коломи И оттуда уже выезжал на машине всюду, куда мне нужно Остров небольшой, но все равно это 90-120 километров в один конец И, как вы понимаете, догадываетесь, приезжали мы постоянно Очень-очень поздно, в темноте темнеет на острове в 6-7 часов вечера И все, это темно Лучше взять несколько дней, например, на западе, несколько на востоке За эти 2-3-4 дня объехать один регион, потом объехать другой Тем более, если вы будете выбираться в горный регион куда-то Это серпантины, это медленная скорость движения Это кажется, что вам надо проехать по прямой 20 километров А на самом деле это все выливается в целую сатыгу Вот так вот подниматься, потом вот так вот спускаться Поэтому берите машину, жилье, пробуйте все-таки остановиться где-то в нескольких точках острова Не важно, что вы едете там на неделю, на полторы, на две Две недели тусить в одном каком-то городке – это дно Это просто лежать на пляже разве что А Майорка интересна не этим Следующее, на Майорке есть множество раскрученных каких-то мест Рекламами которых пестрят все вообще туристические журналы, туристические проспекты, сайты и прочее Но не все из этого нужно и стоит посещать Поверьте мне, например, не надо ехать в драконовые пещеры Ну, если вы не супер-пупер фанат какой-то Стоит, во-первых, это 15 евро Во-вторых, вы просто ходите по пещерам, смотрите Сталактики, Сталагмитики Может быть, кому-то это и интересно Ну, вот на мой взгляд, Майорка, опять же, интересна и хороша не этим Потом маленькие горные городочки Вальдемоса и Дея Красивы ли они? Да, красивы Погулять по Вальдемосе, это такие маленькие, узкие, вечерние улочки с фонариками С уклоном каким-то, на них стоят уличные кафе Очень антуражно, очень интересно, очень спокойно, тихо и красиво Ну, например, ехать, опять же, с другого конца острова туда Если вы живете в Пальме или живете где-то в регионе гор вот этих Трамонтави То да, доехать до Вальдемоса вообще херня В Вальдемосу ходит автобус, хотя там, опять же, вот этот адский серпантин Но туда ходит просто автобус рейсовый Вы можете в Пальме сесть на автобусе и съездить в Вальдемосу Дея, это еще более-менее маленький городочек Там всюду фруктовые деревья, апельсины, какие-то хурма Там, я не знаю, я не ботаник Вот, вот вся красота И виды там гора, домики прилеплены к горе Ну, такой ботанический туризм Так же, как, например, вот этот раскрученный, вообще просто визитная карточка Майорки, пляж Соколобра Красиво, интересно, возможно Но народу там больше, чем на Невском проспекте 7 ноября 1976 года Там все завалено народом А на самом деле это вот такое узкое ущелье, да Маленький узкий пляж, с двух сторон которого возвышаются просто гигантские скалы И пляжик сам, он из гальки, круглые камушки Идешь по которым и ноги тонут Солнце поймать очень тяжело, потому что оно мгновенно Тень от этой скалы, оно то в одну сторону, то от другой скалы уже в другую сторону То есть вы легли, пошли искупались, вышли ваше полотенце в тени, все И народу миллиард И не исключаю, что что-нибудь могут еще и отработать у вас рюкзачок там Или какие-нибудь тапочки, штанишки с телефоном и прочее Хер его знает Плюс парковка Когда вы едете туда на машине, вы упираетесь просто в шлагбаум В знак движения запрещено и в полицейскую машину, которая стоит И такие карабинеры, я не знаю как в Испании называются полицейские Сидят и смотрят, поедете вы под знак или нет Все, и направо въезд просто-напросто на парковку За парковку в Соколобрии мы отдали 12 евро Протусили там, я даже не знаю сколько, ну наверное часа 4 Вот Где-то по 3-4 евро, я не помню точно, довольно дорогая парковка Ну а так, море, море, море Такого моря на Майорке вы найдете везде Море на Майорке везде голубое, бирюзовое, прозрачное, очень чистое, с песочком Белым, ну таким не белым, но в общем очень-очень светлым песком Очень-очень прозрачное, очень-очень чистое и весьма спокойное Волнение бывает, но уж это я не знаю, если совсем повезет с ветром Да, который откуда-то херачит довольно сильно Вот И еще раз, слушай, коль мы заговорили про пляжи То есть в основном на Майорке есть, во-первых, длиннющие песчаные пляжи на севере Просто длинные, с песком и заваленные тюленями в виде человеческих тел Да, на юге пляжи тоже более-менее песчаные, хотя это все-таки такие бухты А вот весь восток острова, это просто бухточки Причем бухты бывают шириной там 3-5-7 метров Вы можете ехать, 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 найти хер знает где забытую богом вот эту бухту Которая на карте обозначена, нет, нет дороги к ней Но когда вы туда придете, вы увидите будочку спасателей, голубой флаг И человека, который сидит, и действительно реально он спасатель Он сидит, тут работает А может быть даже еще сколоченный из каких-то контейнеров поддонов барок В котором вам нальют там кока-колы, пивас и сделают бургер Вот такие пляжи на Майорке И все они, еще раз повторюсь, очень-очень чистые И бесплатные Лежаки, понятное дело, платные Но я имею ввиду парковка бесплатная, можно найти Например, раскрученнейший пляж Юга Эстренг Езжайте туда, там красота Широченная полоса прибоя Круче не бывает, пишут так Но когда ты туда приезжаешь, стоит какое-то негрило Узкая-узкая дорожка Поля, где невозможно припарковаться И в конце есть какие-то площадки У которых поставили табуретку Ну такие несанкционированные парковки Сидит негрило с блокнотом, который отрывает листочки И стрижет по 7-7,5 евро Все Вы приехали в Эстренг Пешком идти от ближайшей там какой-то соляной музея Или что-то такое Да там километра три по полю придавать Поэтому кому это интересно За 7 евро мы развернулись и уехали На Майорке можно найти бесплатные красивущие пляжи Поверьте Если сравнивать пляжи Майорке Пляжи Коста-Дорадо Пляжи Коста-Дель-Соль И пляжи, например, того же Тенерифи Все, в принципе, разные вещи На Майорке, еще раз повторюсь Это очень прозрачная, очень чистая бирюзовая вода И вообще красивые пляжи Будь то бухты, будь то вот эти широченные пляжи Они красивые На взгляд художника красивые Пляжи континентальные в Испании Да, тоже живописные Но, слушайте, вот мне не очень Это обычный желтый песок, как вот на Финском заливе Также закиданный бывает где-то травкой Там тоже могут быть голубые флаги, свидетельствующие о том, что это очень чистые пляжи Но, с учетом того, что вся эта огромная масса Средиземного моря упирается в континент Накатывает волнами То есть, довольно, я не назову эту воду грязной Но она так Ну, обычная вот морская вода Майорка, которая расположена где-то, это остров посреди моря То есть, и, соответственно, можно предположить, что там глубины такие нормальные Она как-то, видимо, вся эта масса вот этого ила, говна всякого, который поднимается со дна Она идет туда дальше, к берегу А вот здесь, у острова, это чистота, бирюзовость и красота Хотя, конечно, травы штормами выбрасывает много И в воде видно всякая травка, тина, есть Такое тоже наблюдается На Тенерифе эти изумительнейшие черные вулканические пляжи И прежде всего, мощь, мощь волн, мощь ревущего океана Который сбивает с ног Который может закрутить взрослого, такого, как я, 100-килограммового мужика И просто теряешь ориентацию в пространстве, где вверх, где вниз Хорошо, если не приложить тебя башкой о какой-нибудь камень Это реально, довольно-таки, экстремальное и опасное купание в океане То есть, океан, это более экстремально Это знакомство со стихией Береговая Испания, это просто, это отдых с детьми, скажем так А Майорка, это красота Если вы хотите прозрачного, чистого и довольно спокойного моря Это Майорка Ну, а теперь о бытовухе Пожрать где-то на Майорке Вообще, пожрать на Майорке можно где угодно Так же, в принципе, как и везде, как и в Европе Да как и у нас в городе Как вообще, как и у нас в стране Везде Был бы у вас с собой кошелек По своему опыту могу сказать, что В принципе, пожрать нам выходило Ну, всегда выходило меньше 40 евро на троих Вот Порой это было даже с какой-то балдой Там с бутылочкой винчика или с пивасом Ну, в общем, где-то от 30 до 40 евро Мы вот так же Хотя, конечно, можно было постоянно заказывать Каких-нибудь там мидий, морских гадов и прочее Но они стоят, понятное дело, что по пятнашечке и выше Стандартная порция какой-нибудь пасты Это от 7 до 10 евро Стандартная порция ризотто Ну, где-то тоже 12 евро То есть, вот так, вино Я даже не знаю, не помню Пивас или какой-нибудь коктейль Типа оперол шприца Ну, где-то все равно 4-6 евро То есть, где-то вот так Рассчитывайте на обед на троих Где-то 30 Все равно нужно закладывать Второй вариант Это, опять же, ежели у вас какие-нибудь апартаменты Или домик Или, в общем, какое-то жилье, где есть плита А таких вариантов огромное множество на Майорке То вы всегда можете себе что-то приготовить Мы постоянно ходили в местные магазины Там развита сеть меркодоны Как и на Тенерифе С довольно приемлемыми ценами Это всегда свежие оливки Это всегда огромное разнообразие овощей и фруктов Сыры превосходные и прекрасные Хамон, понятное дело Ну и винчик от 1 до 3 евро Вот такой То есть Пришел, наварил пасты Нажарил котлеты из мраморной говядины И наслаждайся на верандочке Всем вот этим ужином С оливками под заходящее солнце Венизм И... Ой, ладно Вот Это что касается бытовухи Теперь Ну, что бы я порекомендовал вам Посмотрите Вот на самом деле Я могу порекомендовать вам Бесплатные Абсолютно Достопримечательности Майорки Но Которые на меня Произвели неизгладимые впечатления Посреди острова Находится монастырь Не знаю, как он называется Да Но это Довольно на высокой горе 600 метровой Там 650 метровой Находится монастырь Куда можно подъехать легко на машинке И оттуда просто умопомрачительные виды На всю эту красоту Раскинувшуюся у вас под ногами Видно море Видно Это Это здорово Это интересно Красиво И бесплатно Там есть даже кафешка Во-вторых Прежде всего Да даже, наверное, на первое место поставлю Крепость Алара Древнейшая Построенная еще Я не знаю Мавританцами Крепость В далеком Там 12 веке Неприступная На хер знает какой горе 800 По-моему Сколько-то там метров Я не буду сейчас врать Не в этом суть Разбитый серпантин Ведет наверх С выбоинами С камнями Весьма экстремально И опасно И настолько узкий Что если навстречу Есть машина Нужно обязательно Пятиться И пропустить ее Но мало того Что когда он заканчивается Вы подъезжаете Всего лишь к ресторану А оттуда Начинается путь наверх И еще полтора Два часа Вам предстоит Просто Идти по Горной Козьей тропе Вверх Чтобы добраться До этой крепости Но оно Того стоит Спуск Только к этому ресторану У нас занял 45 минут А спускаться Как вы понимаете Это весьма весело Но то что Опять же Какие виды Открываются оттуда Это Фантастика Что еще Погуляйте По самой пальме Понятное дело Это столица острова Это Просто огромное Количество Архитектурных Памятников Красивых улочек Площадей Маленьких площадей Очень уютный И симпатичный Город Короче Подводя итог Самое главное Ездите На своей Вот этой машинке По различным Пляжам Не сидите Вот у дома В любом городке В котором бы вы Не остановились Обязательно есть Какой-то свой пляж Своя бухта Свой пляж Все Вы уже в принципе Приехали на курорт Нашли море Нашли солнце Загорайте Отдыхайте Но не этим Интересно Майорка Катайтесь Ищите И может быть Вы найдете Свою бухту Которая вам Подарит Просто Незабываемые Впечатления Которые останутся У вас На всю жизнь Что собственно говоря Произошло и у меня Я посетил Большое количество Пляжей На Майорке А их там Более 200 Сука Более 200 Пляжей Но самый первый Вот из этих Драконовых пещер Когда мы спустились Я один спустился Вниз по Козьей тропе Там был пляжик Бухточка Шириной Не знаю Я мог Дотронуться От одной до другой Стенки И вот там я купался При тучах И вообще Во время дождя Вот вещь И это мне понравилось Больше всего Вот Вот Каратенечко Все что я мог И хотел вам сказать О Майорке А ежели переместиться Еще и на континент Напомню Что у нас было Два дня До полета Из Малаги Так вот Регион Малаги Это Андалузия Мы сделали Я сделал для себя Три точки И именно все эти Три точки Нам удалось посетить Это Ронда Обалденный город Я рекомендую всем Не буду опять же Сейчас распинаться И рассказывать о нем Обалденный город Ронда Обязательно Едьте туда Если вы будете Где-то недалеко Севилья Малага Вот здесь В этом регионе В Андалузии Обязательно Обязательно Валите в Ронду Целый день Вы Вы Незабываемо Погуляете Учитывая близость Нельзя было Не съездить в Гибралтар Мы побывали В Великобритании Гибралтар Это британские территории У меня в паспорте Стоит штамп Британии Гибралтар Пройти туда Можно Абсолютно Спокойно По шенгенской Визе Друзья Никаких препон Никто ничего не говорит Переходите Переходите Пограничный пост И тут же Автобусная остановка Которая Везет вас по городу Вы можете выйти в любой точке Подняться на скалу Где живут обезьянки Погулять по центру Короче Красиво Нормально Интересно Мы были Правда там всего 3 часа Ну так получилось Но Знакомство с Гибралтаром Произошло Я бы побывал там еще Довольно таки интересно Особенно Вот эта скала Какие там крепости Какие там форты Какие там пушки Любителям фортификации Там будет очень-очень интересно Ну а обезьянки Вот эти Которые там живут Это вообще чудо Хотя Подчеркну Весьма и весьма опасные животные Они все-таки дикие Они могут укусить Поцарапать Не надо с ними допускать Вольностей Поэтому Гибралтар Ну и очень мне хотелось Попасть в тарифу Тарифы напомню Это самая южная точка Европы У нас есть Нордкейп Самая северная В Норвегии Есть тарифа Самая южная Все Южнее нету Африка Она видна вот там В нее можно плюнуть И в принципе Если повезет с ветром То вы попадете в Африку И самое уникальное и интересное Что опять же Слева вы сможете искупаться В Средиземном море А справа в океане Что характерно В Средиземном море Вода будет чуточку холоднее Чем в океане Это тоже так Причем и еще В океане Это будут хорошие Такие здоровские волны Пусть даже небольшие Но вы ощутите их мощь А море будет довольно-таки Спокойным Здесь в тарифе Кстати Если кто-то увлекается Каким-то Экстремальным Вот этим Спортом Типа кайтсерфинг Да На дощечке Под этим С парашютом Там их Там у них рай Они все туда едут Там куча русских Наших кайтсерферов Там Там куча людей Которые просто гоняют Вот по этим вот Волнам В прибрежной зоне Там довольно-таки мелко И Ветер хороший Вот Вот так, друзья Целью этого видео Было Коротенечко Чуть-чуть Рассказать вам И попытаться Донести вам Какой-то Какой-то Полезный совет И может быть Предостеречь От каких-то Ненужных шагов